Парижская коммуна К слову, автоинспекторов на проблемных участках с утра нет, понадеялись на выставленные знаки и сознательность водителей. Но многие автолюбители новую схему игнорируют и, рискуя правами, выезжают навстречу по теперь уже односторонней Маркса. Такая же ситуация и на полностью закрытом отрезке мира. Водители находят лазейки и проскальзывают на перекрытый участок. Улица Каратанова теперь стала тупиковой. Ее перекрыли в районе мира, но автолюбители по привычке сворачивают на нее с Марксой, тут же утыкаются в хвост таких же заблудившихся. Чтобы выбраться из-за под ним, нужно добраться до мира, аккуратно развернуться и также не спеша двигаться в обратную сторону, на Маркса. На всю эту операцию уходит около часа. Внезапными заложниками ситуации стали и местные жители, для которых Каратанова теперь единственный выезд на большую землю. Я из двора выехала. И встали, да? Да. И как дома? Ну, минут пять пока только. Видите, здесь еще светофор 15 секунд горит. Вот если прямо, допустим, надо на Дубровинского. 15 секунд горит. Сколько? Три машины проедет. Еще из-за этого. Ближе к обеду на проблемных участках появились автоинспекторы. Перекрытые кварталы обещают отремонтировать в течение двух недель, а затем дорожники перейдут на другие. Участки и схема движения в центре еще раз изменится. Дмитрий Пименов, Андрей Ткачуков, Фонтова новости.